Всем привет, ребята, Кент и ПК на проводе, и сегодня ваш Кент и ПК хотел бы затронуть довольно-таки важную и довольно-таки щепетильную тему, которая касается всех ютуберов в сфере Блокстрайка. Я хочу прямо в начале ролика вас всех попросить, пожалуйста, ребят, поставьте мне лайк и, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, если вы согласны с моим мнением, а также разделяете его. Что? Я просто в шоке. Ребят, вы часто слышали от меня эту фразу, но вот именно сегодня я просто в шоке, насколько это капец. Я хотел бы поговорить в общем о всем комьюнити Блокстрайка. Ребят, начнем именно с вас, именно с моих подписчиков. Я вас всех сильно очень люблю, вы самые крутые, вы самые лучшие. Но, ребята, у вас всех есть один небольшой минус, один маленький-маленький-маленький. Вы все очень-очень доверчивы, вы верите всему. Вот вам скажут, поставь дизлайк, вы ставите. Вот вам скажут, типа, Кент и ПК говнюк кинул на бабки, вы поверите. Ребят, пожалуйста, включайте чуть-чуть критического мышления. Это касается, вот именно, я сейчас вам расскажу просто парочку ситуаций. Первый Влад Микс, ну, ребят, я не снимал видео по поводу Влада Микса, только по одному поводу, потому что тут все насколько ясно, что это кидалово, что просто я не знаю, кем надо быть, чтобы поверить. Как можно поверить? Ну, ребят, ну вы серьезно? Ну, алло? Вот это типа один Влад Микс знает, как получать секретные ножи и больше никто. Ну, ребят, алло. Против Влада Микса я ничего не имею, потому что, знаете что? Разводняк был всегда. Вот обмануть людей всегда. А верите вы этому обману или нет? А вот это, ребят, уже зависит конкретно от вас. Потому что, ребята, если бы не Влад Микс, вас бы обманывал кто-то другой. Тут суть не в том, кто вас обманывает, тут суть в том, чтобы вы сами не велись на подобный обман, чтобы вы всегда, ребята, думали. Потому что, например, была такая ситуация, на меня один чувак записал разоблачение и за 10 рублей, ребят, это пол до ширака. И за 10 рублей на меня записали разоблачение, и то там была такая ситуация, ребят, ну, короче, там был полный бред. И в итоге все пошли и начали ставить мне дизлайки, ребят, спасибо вам. Спасибо вам за то, что вы все так подумали, 10 рублей, вы что, я же прям такой мошенник, ребята, купил себе машину на эти 10 рублей. Ну, вы поняли, да? Не 10 тысяч, а именно 10 рублей. Гей, просто 10 рублей. Или, например, Тик-Так, сняли видосик про него, что он гей. И все такие, Тик-Так, ты гей? Тик-Так, ой, я не знал! Тик-Так, фу, дизлайк, отписка, я-то не знал, что ты гей. Ребят, это насколько абсурдно, что я не хочу про это говорить. Это насколько смешно, что, как этому можно поверить? Я не знаю, ну вам же не 3 года, ну, ребят, ну, 10 лет, ну, хоть чуть-чуть, ну, начинайте шевелить извилинами. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть, ребят, я просто в шоке, как можно верить такому. Типа, Тик-Так гей, и там чувак, знаешь, какой-то школьник такой, Тик-Так гей, потому что у него такие брови. Ну, такой бред, как можно было этому поверить? Ладно, ребят, все. Насчет вас я вам все сказал, я вас всех сильно люблю. Просто, пожалуйста, начинайте чуть-чуть критически мыслить. И тогда, ребят, все у вас будет окей, я вам это гарантирую. Теперь также хотелось бы сказать пару слов о ютуберах. Ребят, я, честно говоря, начну с того, что я ни с кем, кроме Тик-Така, не общаюсь. Ну, просто, ну, мне не с кем общаться, ребят, ну, вообще нету ни общих тем, вообще ничего нету. Знаете, почему я не общаюсь? Я вам сейчас просто приведу обычную ситуацию, ребят, обычную ситуацию. Ну, короче, я когда-то подписчиков попросил, чтобы мне накидали скрины секретных ножей. Мне скинули 3 скрина секретных ножей. Я эти 3 скрина вставил в видео. Потом один ютубер мне кинул страйк. Из этих 3 скриншотов я даже не знал, что это своего видео. Просто мне подписчики накидали в комментарии. Потом, ребята, было так смешно. Я не знаю, просто такой ор. Короче, кидает мне этот чувак страйк. И такой, смотрю, пишет беседу. Я кинул кинту страйк. Такой, типа, так ему и надо. Ребят, во-первых, кидать страйки, это зашквар. Это, во-первых, это, ну, это зашквар. Ну, сними ты видео разоблачения. Ну, обоссори ты меня по полной. Ну, и ты, ну, типа, как баба кидаешь страйки. Но это, это, короче, некрасиво. Во-вторых, ребята, было, знаете, что самое смешно? Что на второй день я обжаловал этот страйк. Я потом видео скрыл, чтобы, ну, не было повторного. На второй день, ребят, я обжаловал этот страйк. Ну, потому что все-таки у меня есть мозги. И у меня есть персональный человек, который мне помогает обжаловать страйки в моей партнерке. Я, короче, знаете, я такой сижу, типа, с тик-таком в Дискорде. И, типа, думаю. Слушай, а может, ему накидаем страйков? Типа, может, удалим его канал? А там у него сколько нарушений? Ребят, тут прям, вот сколько нарушений. Я думаю, ну, типа, а может, удалить его канал? А Санек такой, типа, да не, ну, типа, ну, это школьник. Ты понимаешь? Ну, это школьник. Кинул тебе страйк. Не обращай на него внимания. Ребят, и знаете, что самое обидное? Блин, это правда. Вот, действительно, чувак мне кинул страйк, потом обосрался, потому что страйк мне апеллировали сразу. Я мог его канал удалить спокойно. Ну, конечно, ребят, я же, ну, я же не поступаю так подло. Поэтому, конечно, я таким не занимался. Теперь хочу сказать парочку слов о смешных моментах. Ребят, все, кто снимает смешные моменты со мной, вы молодцы. Но те, кто снимает смешные моменты со мной, и там, где тупо оскорбление в мой адрес, вы своими мозгами пошевелите, вы тупо меня оскорбляете прямым текстом в ваших смешных моментах. Я не понимаю, что тут смешного, но я вам скажу только одно. Вот это будет смешно, когда я кину вам страйки. Вот, типа, вот играем, бро, да, он делал последние видео, он меня там так обосрал. Там еще кто-то обсирал, нера, кажется, обсирал анетку. Вот, да, вот вам всем смешно. А прикиньте, как вам будет смешно, если вам кинул страйки. Пацаны, прикиньте. Три страйка, вот играем, бро, все, твой канал улетел. Потому что есть в трех видео я. Все, минус твой канал. Вы понимаете, ребят, насколько все это абсурдно? Хотел бы, ребята, обратиться к тем ютуберам, которые снимают смешные моменты со мной. Вы, если их снимаете, то, пожалуйста, делайте так, чтобы было смешно и мне. Я понимаю, когда вы пошутили надо мной или еще что-то. Когда тупо меня обзываете, притом матами. Но, ребят, это уже не шутки, это уже не смешно. Поэтому не обижайтесь, если я тоже буду предпринимать кое-какие меры. В принципе, ребята, я вам сказал все, что я думаю. Сказал вам всю правду. Поэтому воспринимать вам ее или нет. Или писать, типа, кем-то пока ты обосрал моего любимого ютубера. Дизлайк. Вот обращаюсь именно к хейтерам. И, пожалуйста, начинайте тоже думать. Мне все равно на дизлайке. Мне, ребят, все равно, по сути, на ваши плохие комментарии. Мне на них все равно. Для меня, ребята, самое главное, что у меня есть моя аудитория. Которая меня поддерживает. И которая, самое главное, умеет думать. Спасибо вам, ребята, то, что вы со мной. Если вы со мной согласны, ставьте лайк. Если я кого-то задел, обидел и тому подобное, ребят, я извиняюсь. Потому что я никому ничего плохого не хотел сказать. Я, ребят, просто хотел, ну, хотел сказать вам то, что у меня накипело. И хотел вас побудить просто начинать критически мыслить. Все, ребята, всех люблю. Всем удачи. Если несложно, подпишитесь. Если хотите, поставьте лайк. Ну, а с вами был ваш Кент и пока. Всем удачи и всем-всем пока.